Залужного в Британию послом. Ударим агриманом! Ударим агриманом по рейтингам! И причем... Агриман, если что, это нематерное слово. Подчеркнуто. Он того хотел сам. Я когда-нибудь, может быть, на старости лет, открою университет и назову его веселый езуит. И будет в нем журнал веселый празелит. Ну, празелит это тоже нематерное слово. А хочешь, я тебе процитирую что-то? Можно я в твоем эфире это сделаю? Был себе такой Чаплыга. И когда-то в конце ноября он написал. Это ноябрь месяц. На подверь я зайде святый Миколай. Ну, это еще в будущем тогда был. И бубновый король Ведейде у гай. Вспомните, что произошло. Четыре вальта лишилось два. Підуть и вони под плином води. Ах, это еще будущее. Про будущее. З води бульбашки. З води бульбашки. Знесуть и тузи. А теперь про нас. Кишенья пуста. И ставок нема. Колода чужа. Чекай різдва. Квитинь иде. Дождик несе. А дальше внимания. Карета заза было еще в ноябре. Все это было видимо, просчитано и прописано. Миф о заложене. Я тебе... Ну, дай мне любого кандидата, я тебе создам миф. О любом. Но дело в том, что когда ты начнешь разбираться, а насколько профессионален этот кандидат и так далее, ты будешь вступать в контрадикцию с тем, что у тебя в голове миф. Тебе создали миф. А когда ты спросишь, что было с мобилизацией, когда ты спросишь, что было внутри армии, чем занимались командиры, чем занимались, как оборонительные линии строились, как планировалось все это и так далее, при максимальных ресурсах. И у тебя осознание реальности вступит в контрадикцию с мифом. И умный человек, умный человек, который понимает, что миф, который тебе создали, неизбежно разобьется о реальности, понимает. Знаешь, как в этих конкурсах есть несгораемая сумма. Генпрокурор. Это что, профессиональный дипломат? Куда эвакуировано? В Швейцарию. И занимается серьезными вопросами. Которые помогут жить ее роду в Швейцарии. Еще много поколений. Маркарова, которая занималась пирамидами разными, ОВГЗ и так далее, при муже банкире. Эвакуирована куда? В дип-статусе. Послом. Куда? В США. Гонтарева, которая занималась уничтожением нашей банковской системы. Эвакуирована куда? Ой, а кто это? Столько времени прошло. Гонтарева. Тот, все эти люди. Ага. А заложены? Туда же. В Лондон. Я уеду жить в Лондон. Скажи, пожалуйста, а что, можно назначить кого-то послом без его собственного желания? Я тебе больше скажу. Кандидатуры послов должны в комитете профильном проходить. Я аж проработал помощником. Сначала он был секретарем комитета, а потом замом главы. Виталий Якович Шипко. Я очень не чужд дипломатик. Я понимаю, что это как. Но все, что проходило, просто вам об этом не говорили. Ага. Ну вот и все. Финита ля комедия. Все было понятно. Нет, ну сейчас, конечно, раскручивается, раскручится интрига, что понятно там порошенковцы вышли, порвали рубаху на себе, говорят, это только вот согласование, это еще ничего не означает. Залужный пока сам ничего не комментировал. И вообще, это устранение политического конкурента. Ай-яй-яй, нельзя такого предпринимать. Какие смешные. Какие смешные. А на комитете его как рассматривали? Просто так? А что, было без комитета? Ну, можно и без комитета. Но это, конечно, очень удивительно будет. Ну, Агримонта, когда дадут Агримонту, А? Агримонт дадут. Залужный же учился-то. Колено преклонял. Дадут. А это Чаплыка не преклонял перед ними колено. Поэтому он вещает у тебя в эфире. А его друг, который преклонил оба колена, успел на самокате побывать премьер-министр. Сказал, кто из нас умнее? Помнишь анекдот про мальчика и девочку, да, и папу злого? Говорит, когда мальчик согласился, говорит, правильно, это твоя, значит, сестричка умнее, она уже давно на дискотеке. Знаешь? Вот так управляется мир. Ну, в общем... торгует родиной, Ты думаешь, заложенный поедет? Просто смотри. Ты не упадет. Смотри. Так... Так как? Ну, главком два года войны почти, да? Ну, на нем... Ну. И отправляется послом, а у нас что? Всем спасибо. У нас что? А что? Орезников побыл, а Кирилл Тимошенко побыл? Ну, Кирилл Тимошенко вроде как Кончаренко говорит, Динамо будет у Суркисов покупать или отбирать, в общем, там что-то интересное. Киевская Динамо, футбольный клуб. Но это такое. Нет, это же говорит что-то, вот это, ну, смотри, вот эта строчка, это было желание самого заложенного. А по-другому никак. Друг мой, ты можешь назначить послом носителя государственной тайны, которому запрещен выезд, по сути, в этот раз, военного, кадрового. То есть, он для этого должен что сделать? Демобилизироваться, правильно? А можно это сделать без его согласия? Нельзя. Не надо легенды. Вы же видите, мифы и легенды. А на самом деле все обычные, простые люди. И они знают, что повоняют три месяца и забудут. И все. А жизнь-то впереди. Я вам рассказывал историю про одного депутата. Ты рассказал, Миша, когда-нибудь ты будешь в моем возрасте. И у тебя будут дети и внуки. И когда-нибудь, глядя на свою жизнь, когда перед тобой будет предложение, очень дорогое, ценой в твое имя, он говорит, скорее всего, ты согласишься. Потому что больше тебе уже карьеры делать вперед нечем. А твои дети женятся, выйдут замуж, поменяют фамилии, у них будут дети и внуки твои. И у них в жизни все будет хорошо. И ты будешь счастлив с внуками. Так что ты выберешь? Вот, собственно говоря, я не знаю, что я выберу. Это еще впереди. А многие делают тот выбор, который делают. То есть, ну смотри, ну что? Сколько просто копий сломалось, да, о заложном, политическом каком-то будущем, перспективе, что-то вот эти, вот мы за заложного, там, там, батька у нас заложный. Я хоть раз сказал, что у него есть перспектива политическая? Нет. Сказал, что это все блеф. Я говорил, что заложный. Единственное, что может быть, это когда его троистый союз, потому что Юля, Петя, ну и либералы образные, грубо говоря, они частично услуг, частично у Пети, ну третья такая либеральная сила. Вот эти вот троистый союз, он не может выбрать кого-либо из себя, потому что они не доверяют друг другу. Они либо уничтожат постпрезидента, либо договорятся, что кто-то будет сверху без полномочий над ними. И тогда играла карта заложного. То есть им заложный, ну не заложный, не они заложному, а он им, понимаешь? Потому что эти трои никогда не договорятся между собой. Образные трои. Это значит, что они либо вынуждены будут уничтожить, так не достанется это никому, постпрезидента, и сделать чистую парламентскую республику. Либо согласиться на заложного президента при условии делегирования полномочий всех на Раду и быть британской королевой образно, не, британской королевой много полномочий, немецким президентом при парламенте. Штайнмайер. Понимаешь? Я только это говорил. И говорил, да, тогда его карта играет. А если он выбрал до видзеня, то в таком случае что открывается ящик Пандоры? Да. Потому что у этих трех никого больше нет. Они начинают воевать друг с другом. Но теперь единственное, что может этот треугольник удержать, это общий враг. Угадай, кто для них будет общим врагом? Объединиться необъединяемое и повторится история с Антипорошенко. И все это наложи на этот закон проект про мобилизацию, на дыры в бюджете, на разворот в США, игрище в Европе и тонкий намек на толстые обстоятельства товарищей русских. Ух! Эх, апокаликсис! Апокалипсис, друзья, да, голосуйте, пожалуйста. 36 тысяч онлайн, спасибо большое, ставьте лайки, не забывайте про них, скоро будем подводить итоги опроса и переходить к вашим вопросам. Миша, ну, понятно, там, парламент, там, ты это все коснулся этих тем, которые я хотел с тобой обсудить сегодня. Одну тему я прям вычленил и обозначил, как узы гагаузов. Потрясающая история. приезжает губернатор гагаузии и лично под камеры разговаривает как-то с темнейшим, да, с Путиным. В Молдове кричат, что вот в уголовное дело, вот сейчас мы тебя, вот только вернешься. от Сочи до Гагаузии до Молдовы не шибко далеко, но тем не менее. Что ты думаешь по поводу этой карты, которая начинает приобретать, ну, такой, достаточно ярко выпуклый и выраженный характер? Молдову ждет похожая история, как там с Украиной, когда республики, территории будут проситься в Российскую Федерацию? Молдова проситься в Российскую Федерацию точно не будет. Скажи, пожалуйста, Франция, она далека от Молдовы? Достаточно, да. Нет. Франция это есть Молдова. Олег Серебрян, который учился со мной тогда в Британии, он был преподавателем, когда выигрывал эту стипендию, он был преподавателем, по-моему, где? Во французском вузе. Он француз, по сути. Язык молдовский, на что бы, я ж не, кроме там пыня, что там еще могу сказать, мулцумеск, что там еще. Пыня? Вот. Пыня, это хлеб. Мулцумеск, спасибо, что-то еще там, я как бы, ну, помню по старой памяти. Я ж как это, цыган, молдавский на четверти, да? Понимаю, в чем дело, французский на что похож? На молдавский. Молдава нам очень легко, ну, пристыклим Молдову. Не существует же молдавского языка. Для меня существует, для них, ну, кто-то говорит, нет, я имею право, я же бессарабец, бессарабцы верят, что есть, румыны нет, ну, разное. Так к чему это все? Я к тому, что, что там Макрон решил открыть давеча в Молдове, не напомнишь мне? Ох, какой там мощный. Кажется, военное представительство он решил там открыть. Центр, да? Кто? Макрон. Центр. Не, в общем, сейчас ничего не будет. Нет, это расстановка карт на будущее. Сейчас нет, а на будущее, да. Я думаю, что, понимаешь, в чем дело? Дело в том, что очень неоднозначно, в хорошем смысле этого слова, ситуация и в Гагаузии, и в Приднестровье. Прошли те времена, когда они были богатыми, когда русские там помогали, и так далее, и так далее. Сейчас нихера не нет. Понимаешь? Они бедные. И по большому счету, скажи, пожалуйста, им нужны какие-то воины, или что? Когда у тебя румынский паспорт, молдавский паспорт, когда ты можешь медицину получить, в Молдове лучше, чем в Приднестровье. Я уже молчу про Гагаузию, и так далее, и так далее. Где помощь Гагаузии от Турции на первом месте, а Россия, по-моему, на четвертом, чем на пятом. О чем? Все это игрище политически, не более того. Поэтому сейчас сто процентов ничего не будет. А потом, ну, зависит от многих процессов. Но, учитывая, что после того, как русские оттяпали у нас Крым, денег стало меньше. Соответственно, меньше этих денег стало где? В Приднестровье. И ничего они большого по большому счету не хотят. Они хотят, чтобы Молдова не брала с них таможенные пошлины, как раньше. Бабло. Вопрос в бабле. И я тебе говорю, ну, кто-нибудь нам помогите. То есть, ну, либо Украина, либо Молдова, либо русские. Ну, в общем, кто-то денег дайте или не берите с нас эту мзду. Вот и все. Там вопрос 6 лямов, по-моему. В общем, 6 миллионов. Это в Приднестровье. А сколько там в Гагаузии, там еще меньше. Вообще, не те порядки цифр. Но, никто из них сам по себе никак быть не может. И люди это прекрасно тоже понимают. И понимают, что есть, ну, так уже сложилось, есть ближний центр, это Кишинев. И рассказы о том, что там какие-то сепаратистские движения серьезные и так далее. Да, есть недовольство действующей власти. Но почему вы экстраполируете недовольство действующей властью и политикой либеральной? Экстраполируете на геополитику, что люди там хотят по-другому. Нет. Нет, это разная вселенная. Ну, власть все хотят нормальную. Они одновременно и... Ну, власть нормальную хотят, а это другое. Ну, при чем тут геополитика? Поэтому все эти мансы с вот этими гагаузы приехали, значит, к русским, к Путину и так далее. Не гагаузы, а отдельно взятые выигравшие выборы благодаря там партии шортам и так далее. Вот. И так далее. И другое. В основе всего лежат личные интересы и бабло. Вот и все. Да, понятно. Личные... Тварищи-то порежат. Не более того. Личный интерес, прям выдающийся. В общем, мы в прямом эфире. 20-58 по Киеву сейчас. Ну, приходят разные сообщения. Там, мужчины покупают цветы, да, потому что считанные часы остаются до 8 марта. А президент США Джо Байден объявляет о том, что порт будут строить временный на берегу сектора газа, который можно будет гуманитарку морем доставлять. А? Вот какой ход? Порт временный, целый Байден строит. Целый порт, целый Байден. Ну, это вот как бы из последних новостей. Подводим итог нашего сегодняшнего голосования. Какая из перечисленных стран могла бы стать лучшим посредником для переговоров РФ и Украины? Итог такой. 11 тысяч голосов. Спасибо, друзья. Значит, итог такой. Турция 9%, Китай 29%, 25% Саудовская Аравия или Арабские Эмираты и не нужны посредники вообще никакие 36%. Спасибо большое, что проголосовали. Китай мы призабыли в бурном раскладе от Чаплыги сегодняшнего вечера, а там на самом деле звучат такие достаточно интересные заявления. Ван И говорит, будем конференцию мирную организовывать, чтобы Россия, Украина, другие страны беспристрастно, подчеркнуто, беспристрастно, могли бы на равных садиться и говорить. Да, на равных. Китай, вот этот второй круг. Китай поддерживает созыв международной мирной конференции, на которую согласятся сами и Украина, и Россия, это ключевые два, которые все стороны будут участвовать на равных правах и будут иметь возможность беспристрастно и честно обсудить все мирные планы. Вот так это звучит. Что это такое? Ты заметил, что по сути это тот китайский план, они же о нем и сказали, там 12 пунктов или сколько в нем было. Я не буду повторяться, есть, поищите, пожалуйста, у нас с тобой эфир касательно правды о китайском плане, то есть это зонирование по сути страны и так далее. Это все было раскрыто у нас с тобой в эфире. Не будем к этому возвращаться, но по второму кругу, знаешь, наша песня Гарна и Нова, починаем ее снова. И поехал товарищ переговорщик куда? В Москву. И как бы ничего, кроме сообщений МИДа Москвы, ну МИДа РФ, о том, что Китай полностью, значит, в русле российского виду. Что глобально происходит? Глобально, глобально. Мы написали концепцию «Саммит МИРа». И провозгласили, что «Саммит МИРа», его главная цель, это консолидировать страны, которые поддерживают Украину, в выдвижении условий России по поводу того, как она добровольно от нас уйдет. По-другому, как ультиматум, назвать это сложно. То есть, грубо говоря, русский собрался, ушел, развалился и отдал нам ЯОН. Поэтому мы собираем конференцию, а что ты улыбаешься, ничего не понимаешь? Ты не читаешь замминистра наших, подалекает. Я не понимаю, к чему-то вот эти улыбки. Значит, собрались и ушли, все, что не ясно. Собираем международную конференцию на это дело, и все должны подписаться под этим. Говорим, Китай должен приехать и тоже это подписать. Ну, Китай как-то говорит, нет. Китай же нет, не может сказать, аж Китай. Китай говорит, мы бы сказали да, но не можем, потому что у нас есть свой план. Внезапно. Чаплыга так делал, когда его тоже тянули, то на выборы, то еще куда-то. Чаплыга же понимает, что отказать нельзя, потому что, если откажут этим, они заподозрят, что Плыга с другими хочет идти. Ну, и начнут гадости делать. Ну, и наоборот. Поэтому Чаплыга говорил, никому не отказывай, Чаплыга сам будет баллотироваться. Сам. Все. Ну, не выиграю, не выиграю, ну, зато пропетляю. Все, Чаплыга сам будет баллотироваться. Накер идти и другие. И вот так действует Китай. Видимо, Чаплыга в Китае учился. Ну, ясно, или Китай у Чаплыга. Вот. И Китай говорит, у нас план есть. И давай с этим планом колесить по миру. Кстати, сегодня этот товарищ посол высокий. Где находится? Польша. Сейчас он поездит чуть-чуть, а потом к нам. Но терзают меня смотные сомнения по поводу его визита в Украину. Будет ли он здесь? Ну, я думаю, дипломатически его все-таки пустят, но только итоги мне как бы понятно. Вот. Так, что хочет Китай? Говорит, слушайте, Украина. Вы хотите саммит мира там и так далее. Все это отлично. Давайте вы это делаете. Этот, как этого перца зовут из Аргентины? Мюррей. Милей. Хавьер Милей. 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 О, берите Милей и с ним, значит, сомитируйте. Сомитируйте. Вот. Индию можете позвать. Мы внимательно посмотрим, то есть Индия пойдет к вам или нет. Если Индия пойдет, ну, трошки повоюемся. Не пойдет, ну, такое дело. Вот. Ну, это же глобальный процесс. Вот. Давайте сомитируйте с ними, а мы предлагаем то, о чем Чаплыка говорил еще апрель, по-моему, или апрель, или май месяц 2022 года. Когда Чаплыка говорит, беру я математику, и она мне показывает следующее. Решение уравнения возможно только через стресс, потому что по-другому мозги у вас не повернутся. Ну, сперва стресс, чтобы мозги прочистились. И когда прочистились, сразу что? Международная конференция. Потому что плоскости РФУ, а решения нет. И сразу переходим о том, о чем говорил Чаплыка, про интегральные системы. А там что? Там США, там Британия, там и ФРГ, там и Франция, там и русские, там и китайские, и все, кому не лень. Ну, в смысле, серьезных товарищей. Вот. Ядерная пятерка и другие уважаемые лица. Вот на этом серьезном собрании мы можем поговорить, но не про Украину, а про глобальную систему безопасности с учетом интересов всех. Где Украина будет нарижным каменем. Ну, то есть, где эти империи не будут искренними собой. камень спотыкания. Есть такое неправильное выражение. Так, поставим этот камень и скажем, любой, кто пойдет через Украину, споткнется нахер и разобьется. Вот нормальный процесс. А вы, ребята, говорите себе дальше. В эту схему я верю. Ну, так это другое. Это международная конференция именно о новой архитектуре безопасности. Это же чуть другое. И вылазит Китай, говорит, вы знаете, вы тут нас зовете на свой саммит, а мы как бы, а мы со встречным предложением. А давайте вы к нам на наш саммит. О! Ну, понятно, что ну как бы нет. Ну, в общем, как бы, вот так и поговорили. Да, так они и жили. Да, но как бы нет. но как бы нет. Ну, ты же все это понимаешь. Но с другой стороны, ты же прекрасно, ты понимаешь, в чем дело? Если согласиться на то, что хочет Китай, а видимо, видимо, тут согласия никто спрашивать не будет. Потому что если Штаты, а скорее всего они на это пойдут, а при Трампе сто процентов, а скорее всего сейчас роснула и душла, Китай и Россия, вот три страны, которые это определяют. Немцы сто процентов из-под тяжка будут это дело поддерживать. Собираются и говорят о новой архитектуре безопасности. Все, они поговорят, поверь, поверь, с нами или без нас. И это будет установлено. Тогда начнут орать, и так это же план Путина был. Он же в декабре 21-го года выдвигал Ялту 2. Какого хера вы гуляли по этому шару? Понимаешь? То есть вот вопрос возникает. Сейчас будут орать, что это нарративы Кремля. Ну, какие же нарративы Кремля, если я вам просто цитирую то, что делает, то, что произошло в США, то, что произошло в Германии, то, что произошло сейчас. Макрон то, что делает, то, что делают товарищи эти в Британии камеры. Добрый вечер. То, о чем говорит Путин, то, что они совершили в Одессе и то, с чем приехал Китай. Ага. А нарративы якобы чё плохо вещают. Ну, как обычно, я уже понял.